Спасибо, что пришли послушать опыт моей работы. Меня зовут Николай, я из Оренбургской области. Я здесь вам представлю характеристики хозяйства. Я не буду сегодня говорить о процессах, которые происходят в земле, о биологии, о биоте, где находятся какие элементы, фосфорозор, талии. Я сегодня хочу поделиться с вами работой, 10-летней работой по технологии прямого пассива, пассива в своем хозяйстве. Предприятие образовано в 2008 году. Основным видом является сельское хозяйство. Площадь обрабатываемая, посевная площадь 6,5 тысяч гектаров. Предприятие находится на востоке Оренбургской области. Почему я уточнил, именно что восток Оренбургской области, потому как тысячу километров протяженность Оренбургской области и погодные условия запада и востока сильно, очень сильно различаются. И по осадкам, и по плодородию почвы. Значит, основной ландшафт на гости почвы. Южные керно-коштанные черноземы. Гумуса от 2,5 до 3,5 процентов. Ну и полномитет 47. Значит, культура вращиваемого в хозяйстве. Это пшеница одиная, пшеница яровая твердая, мягкая. Лен, подсолнечник, сорга, боговые травы на семена. Это люцерна. Испорцеты дольник. Технологий начал заниматься в хозяйстве свое с 2012 года. Ну а идея, так скажем, прямого посева была услышана в 2013 году в компании Агросоюз, когда ребята приглашали на конференции. Но тогда еще не был я готов, не было своего хозяйства. А вот когда уже образовалось свое хозяйство, начал заниматься уже этой технологией. Техника, которая применяется в хозяйстве, это имеется три сирилки. Аргентинские, пневматические, 10,7 метра. Агрегатируется с трактором Нью Холланд, восьмерка. Механика 10,7. Кейс Магдум 310. Механика G240. С трактором ДЗ-12,22. Механическая сирилка точно выселит Кинза, который серия, значит, и Сорга, и подсолнечник. Самоходный опрыскатель от Праба. И когда не успеваем, что в последнее время уже успеваем, есть еще опрыскатель Туман-2. Для уборки имеются 4 комбайны на 6,5 тысяч. Это класс Тукана 2 штуки и 3 сирканных. Набор жадок для подсолнечника. Сан-спит жадки 2 штучки. Есть, значит, зерновые жадки, отчёсывающие жадки, Озон тоже 2 жадки. Вот предыдущий ратор говорил на сегодняшний день, что имеется, как улучшить технологию и скорость уборки. Тоже имеется бункер-накопитель 30 кубов, значит, 3 КАМАЗа. Ну и для подгрузки имеются 2 погрузчика. Это Мерло-итальянские погрузки или телескоп. Значит, вот посмотрим на среднее и годовое количество осадков в нашей зоне. Вот в 2013 году я установил станцию себя и начал ослезать за количеством осадков. Но так как станция, допустим, находится на одном месте, то чтобы определить количество осадков по полям, просто устанавливаем колбы на каждом поле, там, в 2-3 местах. Потом после выпадения осадков приезжаем, смотрим и усреднённо делаем. Вот такие вот осадки. Можно ли получать урожай при этих осадках? Ну, всё вполне возможно. Ну вот, смотрите, если посмотреть последние 3 года, то май, вот в апреле, выпадает осадков, ну, довольно-таки так, средненько. Но май и июнь получаются очень засушливые. Посмотрите, допустим, тоже 2018 год, 11,4 в мае, 4,2, 18, то в 2021 году вообще было 4,8 мм, практически ничего. И так вот по полмиллиметра, полмиллиметра в течение месяца выпадало. Это, так скажем, очень жёстко. В июне всего 7,2 мм, если мы смотрим 2021 год. А вот уже июнь и август, немножко изменилась ситуация в нашем регионе. Если до 2018 года как-то было равномерно распределено, то теперь, смотрите, начиная с 2019 года, в июле выпадает порядка 60, ну, так и от 80, даже вот в 20-м году, 29 июля осадки выпали, и по 5 августа, вот, практически, смотрите, более 100 мм осадков выпало. И вот, 21 год, в июле 56 мм осадков, а в августе вот 10,4, это до 10 июля первый дождь выпал. А то, что касается мая и июня, практически засуха, температура, здесь есть вот представители Саренбургской области, они не дадут мне соврать, даже рядышком со мной находится хозяйство, что температура даже ночью не опускалась ниже, вернее, 26 плюс было. Температура высокая, почвенная и почвенная, воздушная засуха, влажность воздуха опускалась до 13-10%, даже, это просто жесть. И скорость ветра достигала до 20-25 метров в секунду. Это практически, я говорю, вот включили фен, и он работает, и день, и ночь. Это очень жестко, и поэтому здесь немножко сделал корректировку по севообороту. Дальше буду рассказывать, показывать. Вот я вам показал осадки. Поэтому, я еще короче хочу рассказать, что это не есть догма, и это то, как я работаю при этих погодных условиях. Вот давайте посмотрим базовый севооборот. Пшеница гировая, пшеница зимы 35-50%, лен 15-20%, подсолнечник 10-15%, сорга, ну, зная 6,5 тысяч в площади посевная, непрудно это посчитать, сколько это. И бобовые травы, порядка 900 тысяч гектар, я каждый севооборот езжу. Вот такой севооборот. Я пробегу, особо не задерживаюсь. Если возникнут вопросы, лучше потом поговорим в формате вопрос-ответов. Вот норма выселы. При пшенице яровая 2,4-5 миллионов, между рядья 25, если сею, сейлка жерарный 651, это пневматика. 35 сантиметров, 222-240. Этими нормами, между рядьями я сею уже порядка 7 лет. 7-8 лет, ну, даже 8 лет. Не буду повторяться, вот посмотрите, если будут вопросы, потом зададите. То, что касается, допустим, вот, сорга и подсолнечника, вы видите, что сейлю как точного выселого сейлки, так и сплошного посевого сейлки 262-240. Кинза, как правило, норма выселого 48-50 тысяч, а на 262-240 почему я поставил 55-60, потому что тяжело поймать. Ну, а если, допустим, если на кинзе установил, там, 3-3,5 семечки, там, на полный метр, то прекрасно понимаете, что это свободно можно выполнить. А вот уже при потоке сложнее. Поэтому, как правило, кинзы высевают гибриды, они подороже, а обычными сейлками, потоком, это обычные сортовые семена. Такие сорта, как у нас более-менее подходят, это саратовский 20-й, казачьи сорта, вот, ростовской селекции, а это саратовский 20-й, это саратовцы. Ну, и еще там есть сорта подсолнечника, это грузового тоже для своих нос сейл. Так, люцерна. Есть специальное приспособление на 242-м и 240-й сейлке для высева, там, мелкосемянных культур. Тоже проблем не возникает, высеять 6-8 килограмм. Ну, и спортсет, как правило, тоже 12-15 килограмм на 25, ну, и спортсет, и также сейлками 22-м, 200-й, 200-й. Там два бункера для удобрения бункер и для семен. Но, так как я уже 4 года для информации не работаю ни удобрения, ни инсектицидами, ни фунгицидами, ни применяю, только применяю кирпицид. Вот про подготовку семян. Чтобы сеять такими нормами, конечно, к семенам надо очень серьезное внимание. Машины все, как говорится у всех на слуху, на виду, вот, для первички, вот, пожалуйста, 527-й, 547-й, есть 536-й, потом пневмосепаратор-идеал, это татария выпускает. Если есть необходимость на фотосепаратор, ну, и имеется карусельная сушилка, как правило, для пшеницы, конечно, у нас в основном созревает нормально, а вот то, что касается подмечения и сорга, это проблема очень серьезная, решает вопросы эта сушилка спокойнее. Также для линии для трав, скарификатор, потом петку селектора, селектора или та, или та машина, или в параллельно они работают, фотосепаратор оптима, ну, и магнитка, на последнем этапе стоит магнитка. Все эти, вот, вы здесь на картинках это видите на слайде, поэтому, почему скарификатор на первом месте стоит? Когда мы убираем травы, будь то люцерна или тоник, они, как правило, всегда в бобиках, настраиваем скарификатор, прокрутили, посмотрели, смотрим, какую степень травмирования семян, отрегулировали и дальше продолжаем. Ну, а потом уже свободно на петку сахар мы готовим эти семена. Фотосепаратор, конечно, выручает, есть такой злошный сорняк, как горчат, то если на пшенице, на сорге, на других любых культур он мелкий, его можно хоть на пневмосепараторе, на свободную напитку, если решить вопросы, то, что касается для трав, это очень сложно. Поэтому сначала на фотосепаратор, а уже потом, последний этап, это магнитка. Трифалин прогнал, и убираешь, и в 99,9% получается частота добиваемости свободы. Поговорим о защите растений. Основные моменты, которые бы мне хотелось сказать на сегодняшний день, это подготовка воды, обратную, осмос, вот есть такой акварус. Что в него включает? Вот крайний рисунок, слева вы видите. Значит, первый там, не видно на рисунке, механический фильтр стоит, потом две колонны, это умягчение воды, то бишь, убирается оттуда соли, карбонаты. Потом стоит, вот эти два баллона, они работают по очередности, по 5 кубов, но в автоматическом режиме идет промывка. Для информации, до обратного осмоса содержание солей от 500 до 800 микросемисов, то на выходе 1-2, грубо говоря, миллиграмма всего лишь солей. Практически дистиллированная вода. Это очень большой, серьезный вопрос. Вы на ютубах уже многие видели неоднократно, вот Алексей Перпелиц рассказывал, здесь присутствует, он обладал вносим себе подготовки воды. Вопрос очень серьезный. Он позволяет значительно снизить нормы применения гербицидов. Значит, приборы, которые, ну, естественно, кондуктометр проверяем, микросеминцы, это анализ воды делаем. Пашметр, допустим, в зависимости от того, каким гербицидом работаем, если, допустим, это глифосат, то мы все с вами знаем прекрасно, что от 4 до 5 pH это оптимальные показатели воды при этих значениях. Также немаловыродный второй момент это выбор СЗР. Как выбирают СЗР? Есть на слуху у нас компании. В принципе, смотрю на минимальные, которые цены предлагают, ну, и определенных, там есть 5 компаний, с которыми я постоянно работаю, хотя я беру в последнее время и байерские, и синтетские препараты, хотя они дорогие, но они решают свою экономику в определенных условиях. Подготовка раствора и вакуовых смесей это тоже очень серьезный момент. Вот. После обратного осмоса вода уже не касается металла. Очищенная. Вот там, на крайнем рисунке мы видим, после обратного осмоса стоят две десятикубовые емкости, потому что так как Акварус еще дает одну тысячу метров, тысячу литров за час. Поэтому он работает, допустим, там, за сутки, набирает две емкости десятикубовые, по десять кубов, это двадцать кубов. Вообще, на сменную работу нам хватает, работаем только по ночам, хватает порядка десяти кубов. Работаем нормами от двадцати пяти до тридцати, когда двадцать литров, ну, тридцати это максимально. Потому что, когда еще работал карбамидом, то там, естественно, не сто пятьдесят литров, и двести литров лили. Но так как отошел от этих вопросов по фангицидам, когда с фангицидом больше были, то с гербицидами достаточно тридцать литров, вопросов нет. Это максимально. Кратная емкость или там кратно поле выбираем. Момент. Значит, баковые смеси. Конечно, предпочтение отдаешь тем, что лучше, конечно, работать одним гербицидом. Когда берешь в разных компаниях, то сложно определить, как они себя поведут, эти препараты. Когда, конечно, в одной компании берешь тот же граминицид, тот же, допустим, эфир или тот же глифосат, то тут уже проще. И то есть вопросы в этот момент. Не всегда культуры восприимчивают баковую смесь. Так что лучше, по мне, так лучше отработать на именно тем или иным гербицидам по отдельности. То, что касается, допустим, подготовки растворов. Раньше мы готовили, вот есть растворный узел и готовили, допустим, тот же глифосат или баковые смеси. Но со временем начинаем понимать, что работа и эффективность этих смесей после четырех часов хранения очень сильно снижается. Когда перешел уже на низкие нормы, от 0,4 до 0,8 литра, допустим, того же глифосата, и эфиры там 150-200 грамм, если это все приготовить на краю поля и использовать в течение, допустим, часа или вот обработки выработки бочки этого опрыскателя, то эффект, конечно, получается совершенно другой. Даже если мы, допустим, приехали на поле, заправили полный опрыскатель, какую-то часть там отработали, приехали, ну и не позволил там погодные условия ветер и температура высокая вернули обратно опрыскиватель на базу, то при новом заезде мы обязательно доливаем воды на тот определенный раствор делаем то, что необходимо, а от 30 до 40 процентов уже в готовый, так уж допустим, глифосат работали на 0,8 литров, то приехав на следующий день мы обязательно 0,4 литра в тему 0,8 добавляем. Тогда эффект получается стопроцентный и эффективность видно сразу наглядно. Поэтому некоторые препараты вообще хотя компании, которые продают химию, они не всегда об этом говорят. Они не говорят неправду, они просто не все говорят, так скажем, вот так. Я же не говорил, я же не обманул, я просто не все сказал. Поэтому тут момент очень серьезный по работе с бакуумными средствами и с растворами. Подготовка опрыскивателя. Что в моем понятии подготовка опрыскивателя? Это, конечно, естественно, проверить давление во всех точках штанга. Есть приборы, мы зачастую не обращаем на это внимания, потому как где-то перегиб шланга, где-то допустим еще какой-то вопрос возник. Где-то ледхомутом передавили или еще что-то получается. И получается, что, допустим, если мы настроили опрыскиватель на 2,5 атмосферы на 2,5 давления, то может на середине крыла уже, допустим, давление снизаться, а к концу вообще там, допустим, оно другое давление, это будет 1,8-1,6. Соответственно, здесь мы на гектар мы льем, получается, там поставили 20 литров раствора и он выливается. одно растение, на одно растение получается такое количество, на другое, другое. И вот это очень серьезно влияет и на урожайность, но и, естественно, на сорняки. Что значит тестирование опрыскателя? Ну, 2-3 раза за сезон обязательно делаем проверку распылителей. Элементарно просто подвязали там к распылителю мы проверили там за минуту или в зависимости от того, на какое давление, на какой расход настроили. И все распылители должны выливать процент не должен быть, 0,5-1 процент. Даже до одного процента не должно быть расхождения. Тогда эффективность совершенно другая. Я имею по выливу рабочего раствора. Приехав на поле, естественно, у агронома, у механизатора имеется анимометр, где он смотрит температуру воздуха, у него есть определенные таблицы, которые он принимает для себя решение. Работает или все-таки стоит, не уговаривая, если видит, что скорость света поднимается больше 5, в зависимости от того, какой я ему ставлю задачи, какое поле работает. Если элементарные вещи мы видим навсегда на полях, часто сжигая одну культуру работаем, допустим, граммедицидом рядом находится работа по подсолнечку, рядом находится пшеница, ожоги, либо глифосатом видим ожоги и часто мы теряем по урожайности. Здесь просто опрыскиватель, механизатор знает, что по краю надо проехать со скоростью, минимально опустить штангу и проехать со скоростью от допустим 3 до 4 метров, до 4 километров в час. Потому что опрыскиватель это позволяет. Для этого надо его настроить. Он позволяет вылить тот раствор, который необходим. Ну и естественно, даже если будут порывы ветра, то сноса будет минимальным. Какие форсунки? Форсунки есть разные. Есть и тележерские, и леклеровские. Более, конечно, предпочтение дает украинский это роса. В зависимости от того, каким работают гербициллины. Если не надо никому рассказывать, каждый это понимает, каждый это знает, и это просто как для информации. Опрыскиватель вот аргентинский право, я его упал 8 лет назад, он довольно-таки серьезно работает, и также имеется вот туман, это пегас выполняет свои задачи, вопросов нет. я еще повторю, что мы допустим максимальную задачу ставим 10 кубов при от 250 до 300 гектар мы работаем спокойно. Если составить правильный самопород, именно достаточного одного опрыскивателя на 6,5 тысяч вполне хватает, учитывая то, что нет применения инсектициды и флигцины. Работа с СЗР вот здесь обязательная осенняя обработка при мутили. Вот вы видите глифосат 0,6-0,8 литров плюс эфира 0,150 град. Эфир если можно сделать баку смесь допустим эфир декамба или требинурон мицульфурон на сегодняшний день глифосаты очень дорогие поэтому уже есть опыт применения и замены глифосатом на другие препараты. Есть много выступлений в ютюме с чем-то я согласен с чем-то нет но у каждого опыт будет слот хотя там много выступлений очень интересных можно задуматься и уже перенести и применять на свои поля весенние обработка допосева пшеницы допосева глифосат 0,8 0,6 0,8 литров плюс эфир мы понимаем что никакой ущерба мы для пшеницы не нанесем это по яровой мы говорим по вегетации эфир плюс флоросфоламп допустим есть много их препаратов у разных фирм все зависит от цены как говорится а по качеству я примерно обращал внимание оно стабильно будь то женерики ну тут конечно сложно сказать не берусь но можно и нарваться конечно не на браках свой препарат ну в общем-то нормы внесения того же эфира или флоросулама допустим в зависимости от действующего вещества если там допустим 15 грамм флоросулама и эфира 550-600 грамм то достаточно там 0,2 литра очень лип 0,2 литра и вполне все это работает но сразу уточню вот эти эти нормы это еще раз говорю не то к ним надо прийти и я и начинал из 2 и 3 литров для фасада и 4 лил у меня ничего не получалось и а к ним когда вы составите силоборот когда вы поймете когда вам работать глифосатом когда вам работать эфир и не надо никогда тех себя надежды что я выращу там сорняк и потом один раз пройду и отработаю все это сработает тем допустим 3 литра глифосата да оно сработает агрофон будет красивый но мы прекрасно понимаем что действие вещество не попадет в огневую систему и многолетка на следующий год она также будет вегетировать мы ее придавили как говорится по вегетации страховым герпицином отработали прижали все вроде видим поле чистое но только мы осветлили почву сразу начинается если опять же если поле если немножко скажу если состав почвы и почва живая то сорняки на поле должны быть это не мое мнение есть интересное выступление Николая Палашко Салапова был на семинарах слушал и задумался и стал обращать все на поле если мы сожгли и там не растет как говорится сорняк то и для культуры ничего хорошего нет а вот управлять этими вещами вот у меня есть 2,5 гектара 2,5 тысячи гектар хозяйство бросило там сплошной горчак не было они не могли ничего разделывать да я прекрасно понимаю что с горчаком бороться практически невозможно но сдержать и управлять можно для этого надо выставить такси в оборот чтобы по фазам мы всегда угнетаем и чтобы мы не имели допустим обсемененности но учитывая то, что технология прямого посева обеспечивает нам не разрыхление не переуплотнение не структура почв меняется для такого у нас я почему на нем акцентирую у нас он злостный сорняк и акцентируя на нем внимание ему не не нравятся эти почвы которые подвергаются обработке об этом мы знаем потому что мы начинаем культивировать начинаем пахать и делать глубокое разрухление мы корневую систему расстаемся по всему полю его увеличиваем 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 а если еще и недостаточно качественно работаем семенами то это понятно что мы его только культивируем на этих полях корневая система того же горчика до 20 метров и как вы себе представляете ее по породу потому что тот же глифосат ниже второго допустим узла он никогда не опускается делал опыты и стоит только расслабиться и там год-другой не контролировать его он тоже начинает конкурировать скульптурами растений сорга подсолнечник до посева обязательно допустим вот ну с осени обязательно работаем это понятно до посева глифосата тоже не жду там когда прирастает вот эта листочка появилась отрабатывают иногда просто мы даже не видим есть просто нити с огняков они тоже убиваются и это очень эффективно работает перед посевом вот этот момент очень интересным перед сходами когда мы тут уже надо грубо говоря по два-три раз на день приезжать в поле не проспать вот этот момент но тут уже к глифосату естественно ничего не добавляется только вот допустим тут я уже немножко увеличиваю тоже глифосата почему потому что тут нету эфира который протащит этот глифосат но и все равно если применить по подсолнечнику вы прекрасно понимаете что эфир окажет после действия пересхода за неделю нет наблюдал за этим а вот если за два-три дня то угнетение он не погибает угнетение подсолнечника серьезно и потеря по урожаю но зачастую вот этого вот этой обработки в полтора литра хватает даже и для того чтобы не было злака но не все поля приходится работать против златого кирпицита при необходимости так сорга до пассива сорга вообще интересная культура которая идет всегда в основном после подсолнечника подсолнечник всегда по вегетации после себя оставляет большое количество сорняков даже если поля чистая все равно многолетка которая допустим была убита но сорняки всегда в почве есть оно к уборке начинает прорастать даже невысокое а на следующий год оно эффективно начинает вегетировать но мы прекрасно понимаем что допустим тот же горчат тот же молочай лозный или осор пока не наберут определенного количества положительных температур они как правило находятся мы сеем пшеницу и когда у нас уже не кущение а выход в трубку даже и вот тут начинается мы уже как бы отработали страховым гербицидом но после этого страхового гербицида учитывая наши погодные условия в нашу главу сорняку всегда хватает влаги независимо от того сколько миллиметров выпало значит надо научиться выращивать так чтобы и культурным растениям товарной культуре хватало этой влаги вот поэтому только начинают сорняки перед сорняком отработали и потом уже но сорг уходит всегда это теплолюбивое растение для себя определился если температура почвы 15 градусов и выше то сорга не болеет растет четко и нет необходимости допустим большую защиту делать при протравке инсектицидной и жунгицидной обработки вот поэтому сорга последний для себя у меня последние числа мая когда уже сорня падали с подсолнечника зашла уже все сорняки произошли еще раз работаем эфиром и потом уже высеваем сорга как я раньше говорил сорга сеется с междурядкой 70 сантиметров два с половиной килограмма это грубо говоря от 80 до 100 тысяч если мы говорим о гибридах если сорта такие допустим я как сею сорта как перспективные саратовской селекции там славянка есть вот у нас самарская и то тут уже норма увеличивается и в основном сели там потоком уже не точно высева что такое два с половиной килограмма и масса тысяч семян сорга ну как правило вот такие сорта как американские там янки янки у них от 20 до 25 грамм масса тысяч семян вот они как раз если сказать по урожаям допустим вот 21 год по пшеница при этой засухе которая у нас 186 миллиметров у нас значит мягкая яровая 06 6 сентера была твердая 8 сентера лед 4 сентера вот этот подсолнечник дал полтора тонна 15 сентера сорок дал он 3 1 десятых тонн казалось бы факторы снижающие я в основном на этом хочу акцентирую у нас сейчас следующем слайде почему допустим все приедали даже при этой урожайности все культуры рентабельно 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 допустим на пшеницы на мягкой там 10 процентов на твердой это 100 процентов на так же как и на льне 100 процентов на рентабельно снижающих рентабельно ну вот давайте посмотрим коротко основные моменты сокращения затрат получить большой урожай и не получить прибыли это не есть хорошо а вот именно обратить внимание на то что что нам позволит сократить затраты ну вот допустим установка системы мониторинга что она дает мы мониторим технику вот здесь на слайде вы видите что мы в любом промежутке времени вся техника находится под наблюдением и мы видим сколько она отработала в какой промежуток времени куда перемещается как перемещается с какой скоростью допустим элементарно просто установил агроном показатели работы комбайна просто обязательно при начале уборки ну один момент приведу мы допустим делаем замер контроля урожайности трех-четырех повторных в зависимости от агрофона прошли установил агроном тысячу оборотов барабана метро столько зазоры такие на выходе на входе и тут же он ставит скорость там допустим пять или шесть или семь км в час в зависимости от того насколько комфортно на этом поле работать независимо от того где находится комбайнер находится комбайн мы в реальном времени всегда видим с какой скоростью двигалась то или иначе поэтому если там установил семь км в час то все оно будет ехать не больше просто механизатор понимает что если меньше он едет теряется производительность если он едет больше происходит потому что обязательно сделаем несколько повторностей допустим измерим сколько мы теряем зажатки сколько мы теряем за комбайнер эта процедура нехитрая положил лотки проехал несколько повторностей посмотрел все ли мы делаем правильно для себя проверили за уборку можно раз-два проверить и как у нас работают комбайн вот дает возможность это определить то есть система контроля допустим датчик есть емкости в бензовозе есть система струна стоит в ЗС хозяйства и датчик контроля на каждой единице если допустим топливо пришло с нефтебазой то естественно мы видим объем сколько пришло сколько слилось и сколько потом выдается все это можно осветить это довольно таки кропотливое но порядка 6 лет у меня уже стоит три системы я поменял он сейчас остановился на системе обмон заказал для меня ребята разработали в Новосибирске установил свою программу программное обеспечение свой сервер только плачу за на GPS трафик то бишь но сейчас всевозможные симки есть которые только на прием работают это небольшие деньги и затраты небольшие потому что когда предлагают на рынке многие системы там авиалон есть еще то они как правило позиционируют себя потом по месяцам игровое обслуживание это тоже немалые деньги поэтому лучше обратить внимание и подойти к своим вопросам вернее своей системе своей программе что такое плановый предупредительный ремонт для меня в каком плане допустим вся техника имеет свою наработку мы прекрасно понимаем что топливо которое мы получаем оно не всегда соответствует тем показателям которые необходимы допустим содержание серы и т.д. и другими показателями но техника современная она рассчитана под евро 5 естественно износ идет двигатель отработал допустим 250 моточасов тут же берется отбор масла отправляется в МИЦ в ГСМ там делается анализ пусть по фасфактуму через 10 дней я получаю вот этот показатель где я вижу содержание железа хрома олова никель и соответственно уже принимаем решение эксплуатирую я дальше технику или я ее ремонтирую как правило конечно вот этот показатель всегда вот этот анализ хорошо отработали сезон сделали все техники такой анализ посмотрели все принимаем решение делаем планов предупредительный ремонт того же автомобиля или трактора или можем еще позволить себе один год работать на том же двигателе очень серьезный момент но это отдельно контроль всех узлов допустим комбайна тепловизор ну казалось бы что такое тепловизор если это необходимо это делать но это дает очень большой экономии запасных систем потому что как правило механик 2-3 раза пройдет в течение смены и проверить работу того или какого узла потому что мы прекрасно понимаем если там температура работы этого узла 80 градусов или 100 градусов если там дужь 110 или 115 градусов в этом узле мы прекрасно понимаем что там какое-то есть нарушение либо смазки нету либо туда не то смазку положили вот это очень большие моменты в экономии затраты хорошо ну правильно составленный оборот понятно значит доставка осуществляется допустим вот мы видим КАМАЗ с манипулятором то есть сейчас коллега вот рассказывал что надо там бункер накопитель он у меня также имеется для других вещей для уборки очень здорово конечно то есть четыре комбайна свободно убирают этот объем и позволяют допустим использовать когда-то один автомобиль при нашем урожайности когда-то два вопросов нет простой комбайнов нету а то что касается вот за правки семян с теми нормами которые я вам показал мне вполне хватает одного манипулятора когда-то с прицепом он работает когда без прицепа но так подготовили биг-беги так как процентов там 10-15 только Семен протравливал остальное отказался от протравки опять же говорю это не догм надо очень аккуратно подходить к этому моменту потому что были случаи когда ну ты же не травишь и мы не травим но если допустим пшеница вернулась только на пятый сезон на это поле то естественно таких патогенов которые фузариозы и т.д. и т.п. практически нет ну и то же головни вот поэтому можно отказаться от протравки то этот манипулятор успевает привести ко всем трем а когда и 4 сеялки сей вполне это себе ремонт как бы удобно и но только для этого естественно затарили подготовили бигбэги взвесили допустим пометили ага на каждом бигбэге то и там другая кулькура чтобы он не перепутал он уже допустим водитель порядка 6 лет один работает его учить не надо о чем мы говорим сам учит нас знает что привезти и когда привезти сколько отработает допустим если пневматика работает 5-6 часов без заправки сеется допустим по солнцу с заправки то вопросов нет с этими нормами ну вот здесь рабочий орган видим комбайн ну и плюс то что дает сокращение затрат конечно используя мультер накопитель я указал двухсменная работа если раньше торопился допустим с посевом выскочить но вроде бы традиционно уже сеять то сейчас уже комфортно не спешим почвы подошла созрела мы понимаем что не будет травмирование почвы ну то бишь выбрасывать колтер там хотя от колтеров уже отказался с механических сел снял полтора работал только двойной диск и укрывающие колеса через 5-6 лет поверьте работали на утиле структура хочет измениться если когда приобрел в первые годы желание было бросить какой-то блок или еще что-то чтобы загнать ее в почву потому что не было заглубления семья и неравномерность была то сейчас этих вопросов нет ну вот построил себе отгрузку тоже конечно позволяет решить вот эту железнодорожную отгрузку зерна тоже свое дает плюс так как можно спокойненько отгружать железнодорожным транспортом в России кто позволяет имеет целую капельку ну и вот коротко смотрите вообще я там управлял вообще затраты на гектар у меня 9465 рублей вот поэтому посмотрите основные вот мы видим 37 процентов это зарплата и налоги мне бы хотелось чтобы было здесь 60 ну наверное когда-нибудь мы дойдем до этого есть еще пути сокращения допустим аренда земли вот у нас у меня 5 процентов она небольшая у нас порядка 10 процентов от урожая мы отдаем на аренду я понимаю сегодня сегодня вчера разговаривал с ребятами с местными с Крымом мне сегодня говорили что от 7 до 8 тысяч за гектар доходов если у меня себестоимость под 10 рублей 10 тысяч на гектар то тут только арендные платы допустим ребята с Украины они вообще платят порядка 17 тысяч в пересчете на нас это только арендная плата поэтому мы находимся в разных условиях поэтому если подходить к экономике себестоимости то можно вполне себе и конкурировать СЗР 9 процентов еще 5 лет назад у меня было 15 но учитывая оно где-то наверное так и будет в зависимости от того что сейчас допустим у того же литр глифосата один с половиной можно купить допустим а то и три ну а остальные допустим не так сильно подросли герпициды семена вот 7 процентов накладные там общехозяйственные 5 процентов запчасти 9 процентов те запчасти которые если мы прекрасно понимаем что отработала посевную там там сеялка мы пригнали помыли обслужили и все хранится в боксах все больше он никуда до осенней посевной тоже допустим трактор у него наработки там минимальные и почему амортизационные отчисления у меня небольшие всего 8 процентов потому что вот отработали на сегодняшний день 9 лет ну там наработка минимальная минимум он должен 20 лет работать так же как и комбайн если все своевременно техническое обслуживание ремонты так же и сейерки у меня ни разу не возникало желание заменить сейерку я купил их в тринадцатом году и ни разу не возникло желание купить другую какую то просто надо научиться с тем орудием которое у вас есть даже у вас если нет сейерки вы можете тоже амичку переделать и она будет работать надо начать с себя как то я услышал что через пять-шесть лет сейерка становится просто железо красного цвета зеленого цвета да она должна быть неплохая она просто должна выполнять ту операцию которую вы хотите то бишь посеять на ту глубину технических сорт вот то что касается допустим я не говорю что она там лучше или хуже у каждого наутил в хозяйстве свой энергоносители ну вот лизинговые платежи кредитами не пользуюсь в последнее время вот лизинг использую там потому что во-первых в затратах проще и просто работа с банками для меня напряжена вот 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 такие моменты вот если есть вопросы пожалуйста там вот все по обороте под солнцем текстурка они же с одного горизонта влагу забирают я не берусь я не берусь сейчас говорить где там с какого горизонта они берут с какого горизонта горизонта я вам сразу сказал в начале своей презентации что я хочу поделиться экономиками ну а допустим смотрите допустим такой момент вот восемнадцатый год просто для вас было понятно восемнадцатый год я сею пшеницу в бинарном посеве с дониками собираю полторы тоже пшеницы доник на девятнадцатый год оставляю порядка там 319 гектар у меня 100 гектар оставляю на семена а остальное убираю на сену куда деваю сено это другой же момент потому что оно всегда востребовано в нашем регионе можно хоть частенько продать часть я отдаю пайщикам потому что у меня по договору я обязан там в зависимости от урожая отдать людям сено убираем сено убираем порядка там восьми центрах доника в этот год девятнадцатый двадцатый год после этой культуры я сею подсолнечник подсолнечник в двадцатом году дает полторы тонн две тонны подсолнечника донник тоже немаловажно со стержневой корневой системы и высасывает потребляет влаги дай бог но если мы его убираем на сену я увидел просадку допустим где я убрал на семена и там где убрал на сену просадка была в три центра значит да забрал донник но если мы это убрали на сено естественно не получили семян не получили дополнительные вегетации потом отработали остановили но это же так же как и покровная культура он еще повегетировал определенный промежуток времени мы его придавили потом глифосатов достаточно азота доступного для других растений хотя тут вот вопрос спорный работает ли донник на следующий год но по моему опыту я вижу что донник работает начинает активно работать донник там люцерный только на третий на четвертый на пятый год есть отдача убрали подсолнечник после подсолнечника семь сортов вот в двадцать первом году мы получаем 3,1 тонны урожая с этой младкой понимаете в чем смысл поэтому спорить одна и та же культура со стержневой системой что и с одним горизонтом берут я не берусь пусть это говорят об этом ученых скажите пожалуйста а как вы переселите бинарный посел донник и ценит а все 262 у них есть бункер для мелкосемян который просто ложит семена на поверхность в итоге в эту же строчку где и пшеница да а пшеница будет на 3-4 сантиметра лежать донник будет лежать один глаз у них раз отдельная трубка отдельный бункер и почему перешел на пшеницу раньше я сеял с подсолнечником ну были рекомендации сеял с подсолнечником но понял что люцерна донник эспарцетов сорняк страшнейший для культурного растения и поэтому подсолнечник долго регитирует и успевает тоже эспарцет тоже донник быстро разрезает и наносит снижение выражения серьезно пшеница а пшеница если применять вот такие нормы но пшеница пшеница быстрее регитирует закрывает так как влаги нет он зайти взойдет но пока мы не осветлим поле он не развивается сербицидами не работает нет нет для этого естественно затрата после удобрения нет так я не применяю 4 года но раньше переходные когда переходные да собственно я максимально там давал 30 физики 40 когда то я просто смотрю когда соседи работают там кто то 100 кг ну бывает что везет как говорится один год выплыли осадки и получили допустим но это раз в 4 года в нашем регионе это в лучшем случае экономика не работает я вот вам сказал что такое допустим 4 центра льна как он имеет рентабельный 100% 9000 445 рублей затрат на гектар 4 центра льна при стоимости 55 тысяч затратных это у нас 22 рубля отнимаете 9000 там 10 тысяч получается стопроцентная рентабельность тоже допустим 40 на сегодняшний день ну там по 17 рублей можно продать подсолнечник но у нас сейчас 35 с половиной не продавал сейчас по поводу или вы не говорили ничего по поводу пропустили лен в системе защиты до посева обязательно глифосатом отработаю перед посевом потом по вегетации я там поставил несколько ТВ секатор не дешевый препарат ну довольно таки так не для рекламы но хорошо работает там от 70 до 75 грамм это где то получается в последний раз я убрал по 5-200 ну где то в районе там наверное 300-400 получается вот так на гектар и обязательно делаю десекацию перед горкой потому что а для чего десекация во первых недели за 30 дней потом отчесываем уберу лен отчесываем лен но убираю отчесываем убираю отчесываем и вот поле готовое для посева этих